Девушка Белка И латексные одеяния. Сегодня поговорим о саге Другой мир. Пятый и последний фильм из цикла которой вышел буквально на днях. Скорей в кино. Факт номер один. Самая первая часть фильма в своем роде положила моду на женских персонажей-супергероев в Голливуде. Женщины-кошки, Голодные игры с Женнифер Лоуренс, Чудо-женщина. До 2003-го продюсеры боялись рисковать, а в наши дни мы можем наблюдать просто какой-то бум на женщин, которые спасают этот чертов мир. Факт номер два. Сеттинг саги не имеет никакого отношения к комиксам, компьютерным играм или книгам. Сценарий всех фильмов был написан с абсолютного нуля. А теперь попробуйте найти еще где-то фильма-супергероя, который может похвастать тем же. Факт номер три. Исполнительница главной роли Кейт Бекинсон довольно неплохо владеет русским языком. Давайте что-нибудь послушаем от Кейт. Здравствуйте, я рада быть с вами. Актриса изучала русский язык и литературу в Оксфорде, обожая Достоевского и Чехова. На нашей памяти она единственная голливудская звезда с такими талантами. А еще Кейт оставляет сама себе секретные записки, написанные кириллицей. Так вот ради чего все затевалось. Факт номер четыре. Все, что мы рассказывали в факте номер три, вылилось в довольно забавный момент в последней на данный момент части фильма. В Войнах крови будет эпизод, в котором главные герои расхаживают с огромными самоварами. Внутри, кстати, кровь. Надеемся, они не будут пить ее из блюдечек, как бабушка учила. И угадайте, кто был инициатором всей этой постановки. Факт номер пять. Если вы хотите прометнуться по местам славы последней части другого мира, то мы можем дать наводку. Оно, в общем-то, совсем недалеко. Ведь одной из ключевых локаций Войнах крови выступает Чешский замок глубоко над Утавой. Кстати, очень спокойное и мирное место. По крайней мере днем. Что-то ночью происходит, мы вообще не в курсах. Факт номер шесть. В съемках первых фильмов саги участвовали сразу два мужа Кейт Беккенса. Съемки первого стартовали, когда она еще была в отношениях с английским актером Майклом Шинном. Более того, у Кейт есть от него дочь, которая даже играет юную Селин во второй части саги. Но ближе к завершению съемок первого фильма Кейт поняла, что ей больше по душе, собственно, режиссер всей этой эпопеи Лен Уайзман, за которого она вскоре и вышла замуж. Примечательно еще и то, что во втором фильме присутствует довольно откровенная постельная сцена Кейт с актером Скоттом Спидманом. И снята она просто отвратительно. Ну, не занимаются, люди так сексом, если вы понимаете, о чем мы. Впоследствии Лен умудрился снять Кейт еще и в паре с известным сердцеедом Колином Фарреллом. Тут, к счастью, все закончилось на поцелурах. Но вообще странный мужик. В 2015-м пара рассталась. Факт номер семь. Кейт Бекинселл никогда в жизни не занималась никакими видами спорта, боевыми единоборствами, а также ненавидит держать в руках оружие. Более того, в юношестве страдала анорексией. Глядя на то, что она вытворяет во всех фильмах саги, как это вообще возможно? Факт номер восемь. По мотивам Underworld, мир увиделось всего две компьютерные игры. Точнее, первая из них называется Underworld The Eternal War и выходила еще на древней PlayStation 2. А вторая носит очень оригинальное название Underworld и совсем недавно почтила своим присутствием платформу Android. Факт номер девять. В одном из интервью исполнительница главной роли призналась, что поначалу крайне некомфортно чувствовала себя в латексном костюме, который впоследствии стал фишкой саги. Напрягало все, включая звук, который он издает. Ну, вы в курсе. Сейчас Кейт уже, правда, привыкла. Факт номер десять. И напоследок совсем уж сладенько. Вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим телевизионный сериал по мотивам другого мира. Об этом в одном из интервью обмолвился Лен Вайзман в начале 2016-го. Все факты мы добывали лично из наших инсайдерских источников. У нас очень обширная связь в Голливуде. Уж поверьте, благодарность за такой эксклюзив можете подписаться на канал, а также переводить деньги на следующий счет. Итак, номер карты 5162. Субтитры сделал DimaTorzok